ПЕСНЯ Здравствуйте! В эфире программа «Одесса глазами детей». И сегодня мы расскажем об одном из самых любимых, самых легендарных жителей Одессы. Вы спросите, кто это? Это Леонид Утесов. Я уверен, что вы знаете об этом легендарном Одессите. Я прав? Тогда представьте 9 марта 1895 года. В Одессе у молодой пары Малки Мои Алексеевны Иосифа Камановича Вайсбейнов родился сын. Назвали мальчика Лазарем. Лазарь Вайсбейн – это настоящее имя и фамилия Леонида Утесова. Кстати, о дате рождения Утесова есть много версий. Вы можете встретить дату 9, 10 или по старому стилю 21 и 22 марта. Но самое главное, что это произошло в Одессе. Вы согласны? Вот по этой лестнице убегал во двор маленький Лазарь Вайсбейн. Так по-настоящему звали Утесова. А мама Малка Моисеевна кричала ему «Куда ты, сыночек? Оденься теплее! Почему не доел мою рыбу Фиш?» Потому что во все века главной заботой отецких мам было, чтобы их ребенок был очень хорошо накормлен. А папа Осип, сидя во дворе с газетой, одобрительно качал головой. «Оставь его в покое, Малка! Парень растет мужчиной, ему не нужны твои нежности!» А Леоня уже и след простыл. Все одесские мальчишки все свободное время проводили у моря. И, конечно же, все мечтали быть моряками. И обязательно капитанами. У Черного моря И неважно, что у вас папа не капитан дальнего плавания. А имеет самую престижную профессию – портного или сапожника. Вот в этой маленькой треководной квартире родилась мечта о путешествиях и дальних странах. Но чем старше он становился, тем больше задумывалось об искусстве. Парень даже пробовал учиться в коммерческом училище, но из этого ничего не вышло, поскольку он не успевал по предмету. Он самостоятельно учился играть и петь, мечтал стать дирижером. А вот с дисциплиной у Леонида никогда не вкладывался. Дело в том, что он был очень темпераментным парнем и редко сдерживал свои эмоции. И в итоге его отчислили из училища. И Леоня занялся самообразованием. Хотим заметить, что это совсем не знать, что если вы примерный и дисциплинированный ученик, то вы никогда не достигнете творческих высот. Ну да, я смотрю по утрам зерковый шлях и что-то не припомню, чтобы кто-нибудь из них был примерным ребенком. Уже с 14 лет юноша начал играть в разных оркестрах. Кроме того, он был уличным музыкантом. Парень отлично умел обращаться со скрипкой и гитарой. Просто у Лени было огромное количество талантов, и они не умещались в стенах училища. Также у него были и другие таланты. Благодаря им он попал в цирк, где выступал на кольцах и трапециях. Парнишка объездил вместе с трупами и балаганами всю Украину. Кстати, именно тогда, когда он стал выступать на сцене, ему посоветовали выбрать псевдоним. Леонид долго думал над тем, что бы такое придумать, чего еще не было и что будет запоминаться людям. И однажды, когда он сидел на берегу моря, смотрел на утесы, и тут его озарило. Так родился Леонид Утесов. Леонид В 1917 году началась карьера Леонида как киноактера. Первые фильмы снимались в Одессе. Это были картины «Лейтенант Шмидт» и «Торговый дом. Атланта и Ко». После успешного дебюта у теса поехал в Ленинград, чтобы сняться в фильме «Карьера Спирки Шпандери», которая вышла на широкие экраны в 1926 году. Леониду прекрасно удалось воплотить в жизнь роль мошенника, который мог украсть все, что угодно и где угодно. Он играл так, как могут играть только одессики. Он сразу же завоевал сердца публики и стал народным любимцем. Кстати, стоит отметить, что у него не было очень сильного голоса. К тому же не всем нравился его детский акцент. Но публика его душевного исполнения была просто в восторге. Именно поэтому фильм «Веселые ребята» стал очень популярным и получил премии. Утесов не особо любил своего героя, да и песни ему не нравились. Именно он попросил написать что-то, что соответствовало бы его герою Косте. Так и появилась известная всем и любимая композиция «Веселых ребят». Вот только сам Утесов не получил ни одной премии за роль. Ему вручили самый обычный фотоаппарат. А ведь именно он настоял на том, чтобы заменили все плохие тексты. Сам искал композиторов и поэтов. Леонид очень переживал из-за того, что все премии получил режиссер Александров и актриса Любовь Орлова. Но как истинный одессит не показал виду. Однажды в Париже в Утесах услыхал джаз-оркестр Тедель Юйса, который впечатлил его тем, что потом сам Утесов называл театрализацией. И по приезду в Ленинград он создал собственный теат-джаз. Поэтому мы можем считать Утесова родителем одесского джаза. Вот что писал Утесов об Одессе. Я родился в Одессе. Вы думаете, я хвастаюсь? Это действительно так. Многие бы хотели родиться в этом городе, но не всем это удается. Для этого надо, чтобы ваши родители хотя бы за один день для вашего рождения попали в этот город. А мои всю жизнь здесь прожили. Я не знаю, кто виноват. Солнце, море, небо. Но под этим солнцем, под этим небом у этого моря родятся особые люди. Одесситы очень любят Утесово. И каждый год в день его рождения здесь устраиваются самые настоящие народные гуляния. Приглашаем! КОНЕЦ 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 КОНЕЦ